Хайушки друзья и любители видеоигр, вы смотрите канал Сэмой на ваших экранах, прохождение игры Heavy Rain, Скотт Шелби вновь на ваших экранах. 93, количество осадков 93 миллиметра, Лоран вновь с нами, не помню, по-моему мы её как-то то ли продинамили, но в общем-то она на нас была чуть-чуть обижена, правда мы к ней потом подкатили немножко. Так, кто был? И смотрите, причём у каждого персонажа подозреваемый каждый свой, то есть, то что выходит в общем-то, то что нам надо бы это поскорее всего решать, и причём надо искать побольше улик, мы с вами кстати, напомню, за Итана мы с вами не прошли задание, мы не смогли, убить того человека, он нас побил, у меня есть список подписчиков у меня журналов за 30 лет, он может быть среди них, да только проверить 500 человек, долгая песня. Так, только я сел и тут нам сказали, что нужно за яичницу, за яичницей. Хм, пожалуйста, через спальню следующая дверь, а я пока что пожарю яичницу. Ну давай попробуем. Так, вот он. Ой, давнишний, знаете, не хватает надписи Зил на столе, ой, на холодильнике. Такой же старый холодильник, как и у нас, знаете, у многих стариков, да? Такие же Зиловские холодильники. Так, помыть яйца надо. Помыть яйца, чувак. Ну, вообще-то их надо помыть. Ну, раз ты не хочешь, то давай просто их так разобьем и грязными, собственно говоря, положим. Ну, понятное дело то, что скорлупа, все такое. Но скорлупа тоже может вполне иметь какие-то неблагоприятные, что ли, вредные бактерии, которые... Так, вау. Вот так мы будем готовить яичницу. Так, он что-то там махал. То есть он что-то типа омлета сделал. Чувак, это не яичница. Но вполне подойдет. Так, я думаю, надо подготовиться. Так. А, стоп-стоп-стоп, давай на место. Стой, погоди. Еще раз давай. Еще, еще рано. Еще рановато. Она сильно мало готовилась. Так. Значит, вот так вот надо постоянно будем мешать, похоже. На самом деле странно, он готовит эту яичницу, честно скажу. Так, что у нас еще? Так, надеюсь, мы ее не сожгем. Вроде как мы ей более-менее мешаем. Но сколько, по идее, нужно готовить этой яичнице? Вау, фризик пошел. Небольшой фризик у Сонечки был. Ладно, я думаю, хватит. Вроде как нормально. Хотя, по сути, таким она не должна быть, но я боюсь, что я ее сожгу. Оп. Блинчик, что ли, сделали какой-то? Что-то типа того. Ладно, приятного аппетита. Такое чувство, как будто туда просто соплей положили, как-то это все выглядит. Вау. Я позволила себе взять ваш халат? Вам он идет. Ну да. Ну, большой. Так, ну ладно, давай сядем, наверное. Или что мы должны делать? Я не ем сырых яиц. Я должна была вам сказать. Простите. Я говорил, готовлю, не важно. Ерунда. Что это? Блокнот, который я взяла у Манфреда. Тут записано, что около 30 человек покупали у него запчасти к машинкам Ройл. Убийца мог быть среди них. Понимаете, чтобы проверить алиби 30 человек одного за другим, придется побегать. Но ведь мы можем сопоставить их с вашим списком. Списком подписчиков на журналы по оригами. Он же у вас здесь? Да, да. Погодите. Ух ты. Так, девчонка-то шарит. Хотя, как ее можно назвать девчонкой? Мало того, что она шлуха, да? Ну, бывшая, конечно, вроде как она этим уже не занимается, благодаря нам. В общем, Ройл и выписывал журналы по оригами, он должен быть в обоих списках. Лорен, это лишь предположение, но... Да, пожалуй. Так, ну что ж, пусть она ищет. Помогите, мы его найдем. Ну, давай поищем. Не только мне интересно это, хотя она почему-то стоит, а... Ой, по-моему, он на ее сиськи посмотрел. У меня глюкануло, может быть. Я бы в любом случае смотрел именно туда. Так, они ищут, сопоставляют. Время проходит. Безотрывно. Они следят за этим. И вроде как что-то нашли. Кто это такой? То ли они отчаялись, то ли они наоборот так обрадовались. Тот парень, что попал в оба списка, умер в 10 лет. Что будете делать? Разроете могилу и вскроете гроб? Знаю, в этом нет смысла. Разве что убийца взял его имя. Но зачем брать имя парня, который давно умер? Вот это мы и выясним. Его звали Джон Шепард. Где-то тут должна быть его могила. Шепард. Ну ладно. Вас не собьешь, верно? Ладненько. Так, вроде как он смотрит, да? Подгружались там текстурки. Это было видно хорошо. Ну а мы с вами пошли за Лорен. Она что-то сильно вошла во вкус и ищет Джека Ше... Ой, фу. Джек Шепард это блогер, да? Ютубер. Еще один. Так, ну мы должны найти с вами Джека Ш... Блин, Дж... Джорджик, как... Да и, короче, Д... Фамилия, имя его. Блин, запутался я, короче, уже в этом всем. Так, ну-ка. Давай посмотрим. Что это? Детское кладбище. Так, это значит, что где-то здесь? На самом деле детское кладбище. Я не понимаю, как можно на это смотреть спокойно. Я ищу могилу одного мальчика, умершего 30 лет назад. Джон Шепард его звали. Его звали Джон Шепард. Вы случайно не знаете, где детские могилы находятся в другом секторе? Спасибо. Так, ну мы вроде как здесь ищем. Давайте вообще посмотрим, смотрите. 46-й, 49-й. Ой. Только, значит, после войны родилась и... Спустя чуть-чуть умерла. Это хреново. Так, ну что ж. Хотя, на самом деле, смотрите-ка, времена-то какие, да? Так. Коллинс какой-то. Это не то. Вау. Говно. Продолжаем. Вылетела Сонька. Точнее, как она вылетела? Она просто там... О, ну-ка, стоп. Там маленькая какая-то могила. Наверняка она такая незаметная. И может быть... Нет. Вот Артур Халл. Там девяно... Двадцать пятые года. Это... Какие вообще времена должны быть? Эллен. Да? Эллен Изолейшн. Который мы с вами, кстати, скоро будем проходить. Я это вам гарантирую. Так, ну что ж. Вроде как я ничего не вижу. Давайте осмотреть такие более-менее примечательные могилы. Или, может быть, у кого-то из людей спросить. Надо найти могилу Джона Шепарда. Может быть, вот эта могила. Она какая-то, знаете, неприметная, но нет. Льюис какой-то. Так, скорее всего, она где-то в конце. Опять же, по иронии судьбы. Вроде как это же... Детское кладбище. Вот это детское кладбище, да? Да. Так, это совсем не то. Так, давайте вообще всмотримся. Нет, вот так вот неудобно. Мне бы посмотреть на это все дело. Так. Вот, нашла, похоже. Я нашла! О! А мы рядом были. Мы были рядом, вообще-то. Так, цветы она, по-моему, положила. Так. А тут свежие цветы. Фигурка оригами. Кто-то присматривает за этой могилой. Собака, да? Фигурка оригами. Ни хрена себе совпадение. Ай. Лорен шарит все-таки в этом деле. Я его знал. Знали Джона Шепарда? Почитай всю жизнь я тут работаю. Это случилось в 77-м. Вроде как в октябре. Офигеть. 77-й год. Вау, так нас перенесли в 77-й год. А ну, кыш отсюда! А ну, валите! Никчемные выродки! Вернётесь не раньше, чем мать припрётся с работы. Опять он пьян. Что ж нам теперь делать? Там проливной дождь. Мы промокнем до нитки, если прогуляем весь день. Ну, зато целее будем. Не сахарные не растаем. Пойдём, поиграем. Так, ну что ж. Нас перенесли в 77-й год. Не догонишь! И мы посмотрим, как умер Джон Шепард. Так, ну мы должны догонять вот этого пацанёнка. Наверняка мы играем как раз-таки не за Джона Шепарда, потому что смерть главного героя, я думаю, разработчики нам показать не хотят. Хотя я уже не знаю, чего ожидать от этой игры. Каждая серия какое-нибудь новое совпадение, новый какой-то... Ну чё? Вау, да к нам забраться можно. Чувак, я хочу забраться, он так встал рачком. Красиво. Ну блин, вот всё. Так, это не то. Давай я залезаю, залезаю, залезаю. Теперь мы должны ему помочь будем. Хотя на самом деле, я думаю, и без... И без помощи брата можно было залезть. А то, что это братья, я думаю, вы прекрасно понимаете. Так, поднимаем его. Всё. Брат за брата за основу взято, да? Это цитата. Чья-то цитата? Ну, наверное, ванильных пабликов каких-нибудь. Или таких брутальных пабликов. Так, надо его искать. Вау! Арматуры торчат. Кстати, недостроенный дом, это вообще на самом деле места. Так. Блин, я же нажал. Что произошло? Оп. Оп. Эй-эй-эй, что произошло? Да вы бесите. Я бы не успел бы среагировать просто. А на самом деле, вы понимаете, что скоро-то финал. И в общем-то, мы ещё до сих пор не разобрались нормально с управлением. Так, ладно. Я видел, куда он побежал. Это значит, что нам нужно сюда. Да? Блин, пробегает. Кусок дерьма. Давай, залазь. На самом деле, здесь можно было бы вполне переждать. Так. Л-1-Р-1. Оп. Блин, я же нажимаю. Вы чё? Нифига не тормоз. Вообще-то, я нажимал. Чё за издевательство? Так, ладно. Вот так сделаем, короче. Почему-то головой он долбится сам. То есть, я даже зажимаю на низ уже. То есть, сосок поворачиваю вниз. Так, ну это не, это не есть хорошо, то, что они вот так вот тут бегают. Так, разгон взяли. Побежали. Оп. Эй. Вышевеливайся, я жду. Да дерьмо, я же нажимаю. Слушайте, ребят, как-то джойстик реально реагирует непонятно на... В целом вообще на игру. То есть, вы помните прохождение первого испытания? Мы с вами примерно так же лажали. Вообще-то, обзываться нехорошо. Тем более, ты наш братишка, вообще-то. Так, перегнать мы его, может, сможем. Так, он, скорее всего, пошёл наверх. Чёрт. Ну ты тот ещё, Торм. Ты чё там, идёшь или нет? Давай, братец. Так, ладно, мы поднялись. Главное, сейчас не упасть, да? Так. Ты чё там, идёшь или нет? Бля, бесит меня уже, а? Давай! Кирпичи, кстати, огромные вообще. Так, ладно, R1 зажимаем. Э-э-э, блядь. R2. L2, точнее. Икс, 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 икс. Как-то мы уже устали. Пацан тем временем полез, если он упадёт. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что произойдёт. Оп. Чёрт. Да мы же сейчас упадём, ну чё? Так, ладно, более-менее нормально идём. Хотя, смена камеры вот такая, частая, не идёт впрок нам. Так, ладно. Оп. Ну хотя бы что-то мы преодолели без препятствий. Без каких-то там фейлов. Ладно. Блин, братец от нас убегает и убегает. Как бы это хреново не было. Так, ладно. Куда он побежал? Вот, скорее всего, туда и побежал. Да меня бесит этот пацан. Он вообще не слушается меня просто. Так, скорее всего, он туда и побежал. Где анал, там всегда брат. Да дебил. А если он там куда-нибудь упадёт? Это же всё жопа. Так, приготовились, поехали. А, нет, нормально. В песок упали. Повезло нам. Полезли куда-то вообще непонятное место. Нафига им вообще туда нужно? Так, ладно. Оп. 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 Он нам там уже машет рукой. Частая смена камер просто. Не знаю, куда смотреть, чтобы увидеть этот... Курсор, так сказать. Извещающий о том, что нужно произвести какое-то действие. Так. Так. Джон, подожди. Давай быстрей. Я надеюсь, он не упадёт. Вроде как не падает. Хорошо. Так, ладно. Держим равновесие. Вау, 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 не падай. Вау. Тихо, да тихо ты. Я на самом деле именно вот этого я не понимаю. Так, ладно, давай будем просто держать равновесие, может быть. Тихо, да не падай ты. Вот. Тихо. А, может быть, да, я всё понял, похоже. Похоже, я более-менее понял. Оп. Давай, теперь ты. Нам надо перепрыгнуть. Ладно. Р-1. Л-1. Приготовились. Нолик. Сейчас будет прыжок веры практически. Так, ну, приготовились, ладно. Всё, я зажимаю. А, нет, не нужно было мне нажимать ни на чё. Я уже сразу автоматом. Чёрт, смертельный номер. Ты чё? Это, похоже, будет реально смертельный номер. Что бы ты ни значил, но он же в любом времени помрёт. Ну, я как бы нажимаю на Р-1. Так, ладно. Л-2. Чёрт побери. Л-2. Приготовились. Оп. Так, мы в песок. Фу, живой. Молодца. А, братаны, побегали на стройке. Ты считай до 20 и ищи меня, ладно? Так, ладно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Так, что же произойдёт? Шесть. Так, давайте, может... Десять. Хм. Так, ладно. Давай. Двенадцать. Шестнадцать. Двадцать. До 20 мы досчитали. У нас, кстати, на виске какой-то... Какой-то лейкопластырь? Спасите. В смысле? Чувак. А вот и началась жопа. Где ты есть? Он орёт где-то слева, по-моему. Это же Джон. Это кричит Джон. Спасите. Чёрт. Где ты есть? Братан. Где ты есть? Блин, текстуру насквозь видел только что. Не я один такой, понятное дело. Так, он орёт уже откуда-то сзади. Так, ладно, давай попробуем поменять. Так, он реально орёт откуда-то... Блин. Где он может быть? Сейчас спасём, сейчас спасём тебя, братиш. Хотя, конечно же, мы его не спасём. Ни при каких обстоятельствах, потому что... А, вот он! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Надо её вытащить. Чёрт побери. Давай ещё разок попробуем. Так. Опа. Нифига. Оп. Оп. Что же нам делать, чувак? Сержи, Джон! Я за помощью! Ты держись! Давай, скорее! Мода быстро прибывает! Я бегом! Сейчас вернусь! Значит так. Но... Бедному мальчику никто не полонал. И... Его брат утонул в трубе полной воды. А другой мальчик? Что осталось с ним? Ну... Я знаю, что его отобрали у родителей. Отдали другой семье. Похоже, скоро будет время. Пойду-ка я лучше домой. Так, ну вот только что мы с вами узнали историю пацана. Боже, жуткая история. Не то слово. Джон Шепард утонул в дождевой воде, держа брата за руку. Думаете? Его брат и есть мастер оригами? Ладно. Наверняка. Пойдем в машину. Вот это наверняка. Так, ну мы с вами уже с могилой ничего сделать не можем, значит пойдем к Лорен. Парень умер 30 лет назад. Кто же ухаживает за могилой? Вот это реально непонятно. Хотя наверняка это брат как раз таки его. И снова она меня удивила. А я не люблю сюрп... Сюрпризы он не любит. Не успел он договорить, и мы с вами дошли до выхода. Что такое? Молка, что ж его? Да. Это же этот. Это Чарльз Грана. Отец Гурди. Зачем он пришел? Он кладет цветы на могилу Джона Шепарда. What the fuck? Как это понимать? Я думаю, понимать мы это будем уже в следующей серии. Всего хорошего, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok